Здравствуйте, ребята! Начинаем урок литературного чтения. Определи, о каком жанре идёт речь. Продолжим пословицу. Сегодня мы отправимся в волшебный мир сказки, где добро побеждает зло. Тема нашего урока – «Добро и зло». Познакомимся с произведением Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семьи богатыря». Сегодня на уроке научимся находить в тексте ответы, доказывающие правильность своего суждения. Выясним, в образах каких героев заметна яркая характеристика добра и зла. А что такое сказка? «Сказка» – это занимательный рассказ о небыкновенных событиях и приключениях. На какие группы делятся сказки? Послушаем начало сказки о мёртвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Царь с царицей упростился, в путь-дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Не видать милого друга, только видит, вьётся вьюга, снег валится на поля, Вся белёшенька земля. Вот в сочельник в самые, в ночь, бог даёт царице дочь. Издалеча, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелёшенько вздохнула, Восхищенья не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но, как быть, и он был грешен. Год прошёл, как сон пустой, царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в преданное дано было зеркальце одно. Свойства зеркальца имела, говорить она умела. С ним одним она была добродушна, весела, С ним приветливо шутила и, красуясь, говорила. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее. Ты, конечно, спору, нет. В сказках добро всегда побеждает зло. Что такое добро и зло? Добро – это то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды людей, представления о свободе и счастье. Зло всегда имеет отрицательный смысл и обозначает плохое, влекущее собой беды, страдания, горе, несчастье. А сейчас прочитай отрывок из сказки. В этой сказке встретятся новые слова. Обратите внимание на них. Молва, слухи, вести, тоже, горевать, тосковать, печальница, подворье, двор, горница, комната на верхнем этаже, палати, широкие полки, располагающиеся в избах, потолком между плечью и противоположной стеной, на котором спали. Людей в почве, как и метеоритовных персонажей, мы оцениваем по их поступкам. Наши героини тоже совершают действия, которые мы можем оценить. Давай рассмотрим некоторые эпизоды и прочитай продолжение сказки. Прочитай эпизоды сказки «Разговор с зеркальцем». Почему царица так себя ведет? Что ей не понравилось? Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась. В светлой горнице кругом лавки крытые ковром. По цветы мне стол с дуговой. Песнь лежанка из Ростовой. Видит девица, что тут. Люди добрые живут. Знать не будет и обидно. Никого меж тем не видно. Дом царевна обошла, все порядком убрала. Засветила в обувь свечку, затопила жарко печку. На палате взобралась и тихонько улеглась. Почему царевна решила, что в тереме добрые живут? Как это характеризует ее? Что хочет сказать нам автор? Автор уверен в том, что именно так ведут себя хорошие царевны. Царевна в сказке больше всего похожа на девушку скромную, добрую, хорошо воспитанную, умеющую трудиться. Прочитаю внимательно эпизод «Решение отвести в лес царевну». Почему возникло такое решение? Подумай, почему царица решила погубить царевну? Значит, в нашей сказке зло победило? Как вы можете оценить поведение царевны в данном эпизоде? Назови положительных и отрицательных героев в сказке о мертвой царевне и семи богатырях. Подумай, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика добра и зла? Охарактеризует царицу и царевну по внешности и характеру. Как все-таки автор относится к своим героиням? Автор любит нежную царицу и ей восхищается. Красавица душа, милая девица, моя душа. А вот царицу называют гневной бабой, царица злая, злая мачеха. Какими словами мы можем выразить отношение царицы к царевне? Обладает ли добрый человек такими чувствами? Подумай, какие качества ценятся в человеке? Выберите пять качеств, о которых можно отличить доброго человека от злого. В сказках мы наблюдаем борьбу добра со злом. В жизни мы не можем разделить людей на добров и злых. Считаете ли вы себя добрым? Чему вас учит сказка Пушкина? Какими нельзя быть? Ребята, дочитайте сказку до конца. Придумайте свое продолжение. Представьте, что царица изменилась и полюбила царевну. На этом наш урок подошел к концу. Все замечательно вы работали. До свидания.